Анатолий Адуардович, подскажите, что уже за пройденный этап сделано группой компаний Skyway? Группа компаний Skyway включает в свой состав ряд компаний. Эти компании загистрированы в Лондоне, в Британских и Виржинских островах, в России, в Литве, в Белоруссии. Настоящая стадия – это в основном разработка проектно-смертной документации для полигона, для создания сертификационно-демонстрационного центра Skyway. И эта работа осуществляется на нашем проектно-конструкторском предприятии в Минске. Поэтому основная работа, по которой мы можем отчитаться, осуществляется здесь, в Минске. Сейчас у нас уже работает более 80 конструкторов, и мы разрабатываем документацию на все три направления – грузовой, городской и высокоскоростной. Обычно на такие виды работ привлекают большее количество конструкторов. Например, автомобиль – это создают 200-300 конструкторов, самолет – несколько тысяч конструкторов, ракету – еще больше. А мы создаем три направления – грузовой, городской и высокоскоростной. При этом каждая из них имеет три составляющие. Подвижной состав, а вот то, что я сказал, автомобиль, самолет – это только подвижной состав. У нас есть еще дорога стакадного типа – это аналог мостов, путепроводов. И у нас еще инфраструктура второго уровня, сама по себе инфраструктура – это, допустим, аэропорты, как система слежения за спутниками. Спутник тоже транспортная система, да, и ракетоносители. И это направление само по себе было очень сложное. Но теперь я знаю одну французскую компанию, которая создает систему управления железнодорожным транспортом, автоматизированную. Там работают 40 тысяч инженеров. А мы вот таким небольшим коллективом выполняем вот такие сложные задачи. И выполняем успешно, мы будем расширяться, где-то к концу года будет порядка 100 человек. В следующем году будет 150-180 человек у нас конструкторов. И мы в течение следующего года сделаем документацию и в следующем году летом выйдем на площадку. Начнем строить тестовый участок. Так вот, финансирование подобного ровно задач и работ вот взять Сименс, который создавал поезд на магнитные подушки ТАНС-РАПИД. На создание документации на тестовый участок они потратили несколько десятилетий и порядка 4 миллиардов евро. Как видите, мы на два порядка меньше деньги и на порядок за меньшие сроки хотим это сделать. Причем у нас задача, ну, не менее сложная. Я ответил. Анатолий Эдуардович, как обстоят дела с Литвой и будем ли мы с ней продолжать сотрудничать? Ну, Литва, честно говоря, провелось неадекватно, как страна. Я помню чувство свободы, защищенности, эйфории, когда я приехал в апрельник. Месяцы лету. Ну, это ощущение было 4 месяца. Потому что то, что потом началось, не укладываются никакой, какие рамки, приличия, здравый смысл. Потому что меня там пытались сделать русским шпионом, только потому что я русский. И оказалось, что рядом со свободной экономической зоной, где мы там лучше всего были условия, хотели взять участок земли, оказался аэродром НАТО. Но это случайное совпадение. И стали раздаваться голоса, что программа СКВ – это прикрытие программ, так сказать, КГБ. Это прикрытие. И поэтому началось преследование и меня, и компаний наших литовских. Начали прессу неадекватно себя вести, прессу подконтрольную правительству. Пример, министр даже приезжал в Шауля, где мы брали участок земли в свободной экономической зоне, чтобы заставить независимых депутатов в совете города расторгнуть договор с нами. Он был расторгнут. Потом, по надуманным причинам, Национальный банк Литвы вдруг заявил, что мы продаем акции в Литве нашей литовской компании. У нас нет акций в литовской компании. Мы ничего там не продаем. То есть это ложные доносы. На основании этих и других событий заблокировались все счета. На тех счетах были наши инвестиции. Порядка миллиона долларов. Арестовали имущество. Нет подозреваемых, нет виновных. Мы ничего плохого не сделали, но на всякий случай нас надо мочить. Иначе не мочить. Это неправильно. Поэтому, как оказалось, нет в Литве и Европе целиком защищенности, свободы, как я думал. Тем более защищенности индивидуальной собственности. Там еще меньше понимают, что индивидуальная собственность, чем в России. Потому что тоже начали раздаваться голоса. Пусть этот русский шпион покажет, откуда у него сотни миллиардов долларов. Инвестиционная собственность. Пусть он покажет эти деньги. Где он хранит их? В мешках. Но индивидуальная собственность это не деньги. Это оценка исключительных прав на ноу-хау. Даже этого понимания нет. Поэтому, слава богу, что это произошло сейчас, а не, допустим, через два года, когда бы инвестировали 300 миллионов евро, когда построили бы тестовые участки, и к нам пришли и сказали, это все неправильно, незаконно, вы мошенники. Деньги, добытые преступным путем. И все отняли. Представляете, что было? Поэтому я свернул свою работу в Литве. Сейчас мы будем закрывать эти компании. Будем судиться и с правительством, и с президентом. Это абсолютно неправильно. Мы эти деньги отсудим. Более того, отсудим упущенную выгоду. Она есть. Отсудим ущерб. В том числе, имиджевые, нанесенные нам и программе. Потому что там та же пресса, да и не только пресса, и министр транспорта, и президент, заявляли, что это все не ласики, что яма в роде, что то, что мы делаем, это МММ, пирамида финансовая. Это не так. Мы не пирамида. У нас есть технология, как есть она у Эпла, и Стив Джобс это продвигал технологию. Как она есть, допустим, у Майкрософта, так, как есть у других компаний крупных, которые привлекают деньги акционеров. Это абсолютно законно и абсолютно правильно. Поэтому сейчас мы сосредоточили и я свою работу в Беларуси, где есть наше проектно-конструкторское предприятие, где мы сейчас находимся. И это большой плюс, потому что я разрывался между Беларусью и Литвой, и, к сожалению, было мало времени уделено конструкторам, что не совсем правильно, потому что основная работа делается здесь. Сейчас я полностью здесь заточусь. Здесь мы отойдем участок земли. Мы уже подали инвестиционную заявку. Здесь, кстати, очень хорошее инвестиционное законодательство. Я сам удивился, когда произошли эти события в Литве, я стал изучать, какая страна подходит. Я понял, что Европа не подходит. В других странах было бы еще хуже, чем в Литве. По целому, ряд двух причин. Я стал изучать, в том числе, Беларусь, это моя родина. И удивился, что оказывается, что в прошлом году было принято новое инвестиционное законодательство. Одно из самых лучших в мире, где договор инвестор заключает с государством. И государство несет ответственность за ущербно-несенную инвестору. В том числе, если оно начнет отнимать там землю, деньги, то по международным законам государство должно возместить все это. А в Литве я увидел, что инвестор приравнен к террористу. То есть Литва, не стоит разницы, у них нет знака, так сказать, неравенства. У них знак равенства. Инвестор равняется к террористу. И я вот пример того террориста, которого надо мочить и выгонять из страны. Да, я сам уехал. В Беларуси это не произойдет. Здесь совсем другого законодательства. И Беларусь, в отличие от Литвы, не живет, не на чьи дотации. Она может вырасти и расцвести, как мощная экономика, только на интеллекте. И здесь это понимают. В Литве нет. Какой интеллект? Самые умные уехали из Литвы. Больше миллиона человек уехали на заработки в Лондон, в Брюссель. Треть населения уехала на заработки. Нет промышленности, нет экономики. Практически нет сетка хозяйства. Я думал, там нет конкурентов, но они оказались есть в правительстве. В Беларуси другая ситуация. Здесь мощная промышленность. Даже аналогов и в России нет такой промышленности. Здесь был сборочный цех автопрома и военпрома в СССР. Это Беларусь была. Здесь мощная наука. И здесь на меня не смотрят, как на шпиона. Я могу общаться на русском языке, а там нельзя было. Документы на литовском. Говорят на литовском. И часто делают вид, что где они понимают. А я их точно не понимаю. И перевод не всегда был точным. Понимаете? Поэтому мы работаем сейчас будем в Беларуси. И то, что произошло в Литве, не только нас не затормозило. Наоборот, ускорило наше развитие. Я хочу выразить благодарность литовскому правительству за то, что произошло. Анатолий Адардович, вот такой вопрос. Когда появится земля под полигоны? Когда вы об этом объявите? Наученный горьким опытом литовским, события произошли тогда, когда, хотя было у меня ощущение, не надо говорить об этом. Когда мы подписали инвестиционный договор. Я уже думал, ну все. Мы подписали инвестиционный договор, дали миллион лид депозита, 400 тысяч долларов. И что могло случиться? Что может случиться? И мы стали говорить, да, у нас есть полигон. И случилось. Даже премьер, министр приехал и уговаривал депутатов. Президент дала поручение изменить законодательство. За две недели были внесены изменения в закон литовский, чтобы нас не пустить и выгнать с шауляя. Вот что произошло в Литве, когда наши противники, враги, они есть. Мы очень многим дорогу переходим. Мы знали. Поэтому не хотел бы говорить, где, но я говорю, страну, Белоруссию. И не хочется говорить сроки, но я говорю, ближайшее время, ближайшее, это время числяется неделями. Не месяцами, а годами, тем более. У нас будет прекрасный участок земли со всей инфраструктурой, со зданиями, сооружениями, с сетями. А не чистого поля, как в Литве, где нет ни сетей, ничего. Кроме деревьев и травы. Так что, все у нас нормально. Анатолий Эдуардович, кто стоит в руководстве компаний и кто чем управляет? Есть, опять же, как бы есть непонимание о шоку компании. У нас нет одной компании, у нас группа компаний, которые занимаются своей работой. Самая главная работа сейчас делается здесь, в Минске. Проект на конструкторском нашем предприятии. Сейчас у нас 15 здесь, конструкторских бюро нет, но 15 и 3 управления. Я руковожу эту работу. Я генеральный конструктор и генеральный директор. У меня есть служба определенная, не только конструкторская, но и менеджмент есть, и экономисты есть, и бухгалтерия есть, и другие службы. И вот то, что делается здесь, это основная работа. Без документации мы не построим полигон и никогда не капитализируем компанию, группу компаний. А есть компании, которые обеспечат инвестирование. Я инвестициями не занимаюсь. Занимаются другие. Поэтому мы, для того, чтобы не было в том числе обвинений, что я создал систему, пирамиду финансовую, я вообще отошел от этой работы. Этим занимаются специализированные организации. В том числе и инвестиционные компании, инвестиционные фонды. И там свое руководство, которое не я назначаю. Они самодостаточные, эти инвестиционные компании. Есть компании, которые зарегистрированы в Лондоне. Но это компании, которые не осуществляют деятельность, а их задача собрать инвестиции, продав свои доли. А я директор этих компаний. Потому что я не могу доверить большие деньги наемным работникам. Я это делал, могу сказать, что заканчивается плохо. Поэтому я директор и есть этих компаний всех. Потому что я основной акционер. Это моя антитарная собственность. Доля которой я же уступаю. При этом, в отличие от других, кто уступает свою долю, я не беру деньги себе. Они реинвестируются в работу. То есть, доля моя продается, я деньги не вижу. Они реинвестируются в работу нашего предприятия. И в создании документации в столице полигона и идут закраты не только на конструкторов, но и на офисное здание, на служащий персонал, на технику, на программы расчетные и другие дизайнерские. Некоторые программы стоят 100 тысяч долларов и больше. Поэтому остальные компании занимаются сбором инвестиций, фактически, которые перерисуются на адресную работу. И они работают не с инвесторами, не с акционерами, а с заказчиками, потому что мы уже подошли к адресным проектам. И скоро у нас будут адресные проекты. В частности, в Колумбии, я там был недавно, в длительной командировке, уже есть наработки на предзаказы. И даже на средства тестового участка для горных условий. Поэтому эти компании направлены на работу с заказчиками, а не на работу с акционерами и инвесторами. И там есть свои менеджеры, которые этим занимаются, несут ответственность и получают зарплату. Не более того, там нет никаких доходов. И сейчас не может быть. Доходы появятся только тогда, когда пойдет финансирование. В следующем году это финансирование, уже независимо от акционерного капитала, от краудинвестинга, будет открыто. В следующем году уже там будет все работать. Поэтому я понимаю вопросы, которые задают акционеры. И думаю, что группа компаний только занимается разборами инвестиций. Нет, это не так. Мы этим вообще не занимаемся. Инвестициями занимаются другие. И я вообще-то к этому не причастен. Я генеральный конструктор, который разрабатывает технологию, которую мы должны по четежам, которые мы сделаем здесь, осуществить, сертифицировать и выйти на рынок. И тогда подойдет капитализация всех долей или акций, ну смотря что у кого есть, всей группы компаний. И по большому счету сейчас основные инвестиции приходят вот сюда, и акционеры через группу компаний становятся совладельцами нашей этой компании, которая коренная. Вот она эта коренная. Потому что здесь технологии, здесь полигон будет. И вот именно это и даст капитализацию потом. И выход на рынок. Это понятно? Хорошо. Анатолий Эдуардович, подскажите, есть ли какая-то разница инвестировать напрямую в компанию деньги или через инвестиционные компании, которые с вами сотрудничают? Нет, по большому счету нет разницы. Но поскольку, потому что акционер становится, как бы получает долю, и не важно, как он ее получил. То есть путь не важен, но важный результат. Он получил долю в компании, на которой потом он будет получать дивиденды, на которой он может продать, заработать деньги, если мы капитализируем вот с теми процентами, которые возможны в таких венчанных проектах. Это понятно, что они могут быть очень большими. Поэтому, с точки зрения конечного результата, без разницы, но я не могу заниматься поиском инвесторов мелких, их тысячи. Мне жизни не хватит, чтобы каждого убедить, уговорить, поговорить, рассказать, показать. Начнем будет делаться основная работа, и мы деньги все эти, как и МММ, как другие пирамиды, а мы не пирамиды, они собирали деньги ради денег. Поэтому я этим не занимаюсь, и этим занимаются специализированные организации. И поэтому, если инвесторы считают нужным прийти через фонд, пусть приходят через фонд. Если им считают нужным или возможным прийти напрямую, пусть приходят напрямую. Но многие не могут принять решение сразу, и мы не будем уговаривать, убеждать. А инвестиционный фонд – это его работа. Работа с акционерами, инвесторами. Поэтому я уверен, что большинство инвесторов придет через фонды. А вот какой из фондов сработает лучше, ну, это уже от руководства фондов, это сами фондов зависит. Как есть, допустим, одни магазины, там, я не знаю, есть другие типы магазинов, есть третьи, вот сети, да, они работают по-разному, кто-то успешен, кто-то неуспешен, хотя продают одну и ту же продукцию. Так и здесь. Поэтому инвестор пусть сам выбирает, как прибыль от дома. Анатолий Эдуардович, придерживаемся ли мы графика, намеченного для постройки полигона? Да, мы идем по графику. Можете посмотреть, он соответствует. То есть, да, мы в Литве, было ощущение, что мы раньше получим землю, и раньше начнем работать на полигоне, в частности, построим стенды. Но, по большому счету, мы стенды, вот, построили бы осенью или весной, это не влияет на общий график. Потому что стенды, они должны подтвердить наши предыдущие исследования, испытания, да, и теоретические наработки, мы в них уверены. При этом стенды где-то дадут результат за полгода, а построим полигон только через два года. Поэтому сдвижка по времени, допустим, строительства стендов не повлияет на общий график. А общий график такой, мы зимой получаем участки земли, делаем проект. Проект, это не просто участки построите, да, тестовые, это здания, сооружения, это сборочный цех, это разгрузочные и погрузочные терминалы для грузовой системы. Представляете, что, допустим, погрузить на ходу и разгрузить на ходу железнодорожный состав. Там барабан диаметром 20 метров, куда заходит поезд, и два вагона весом по 100 тонн каждый поворачиваются вокруг оси вот стыковки, чтобы высыпать и снова. Вот эти сооружения стоят десятки миллионов долларов. У нас аналоги будут погрузка и разгрузка на ходу. Мы должны показать работающую систему. Знаете, какие-то серьезные сооружения мы должны построить? У нас будет автоматизирована система управления, потому что безлюдная будет технология. У нас должны быть станции, вокзалы, депо, стрелочные переводы, линии электропередач, связи, весь комплекс, потому что мы делаем не системы, а комплексы. Грузовой комплекс, городской комплекс, высокоскоростной комплекс, где есть системы. Подвижный состав, инфраструктура, эстакада, а сама инфраструктура делится еще там на целые классы. И нужно к лету сделать документацию вот на весь этот комплекс, а не просто вот давай мы тут опоры навтыкаем, что-то натянем, как мне предыдущие там мои партнеры полонские, которые камбоджистские сидели. Говорит, да что там неясного. Натянуть веревочку, повесить корыто, веревка не порвалась, корыто не упало, все, система готова. Мы так не выйдем на рынок. Какое корыто, какая веревка. Мы должны сделать систему, комплекс систем, который лучше, авиационный, железнодорожный. Форт бы сегодня не победил бы. Представляете, у каждого там айфон, летают на самолетах, на машинах ездят, а ему показали какую-то телегу, которая приехала сто метров и сломалась. Вот кто такую телегу купит? А Форт так начинал свой бизнес. Мы не в 19 веке, и не в 20 веке, мы в 21 веке. Поэтому мы не только должны сделать, а мы сделать на таком уровне, который выше Мерседеса, Форда, Боинга, айфона. Понимаете? Эта работа архи сложная. Но мы ее сделаем, потому что я, например, как генеральный директор, генеральный конструктор, знаю, как организовать эту работу. И коллектив, который набрал талантливых конструкторов, лучших конструкторов в Беларуси, это сделаем. Анатолий Эдуардович, какие планы у группы компаний Skyway на предстоящий 2015 год? Анатолий Эдуардович, В 2015 году мы, значит, у нас будет земля, мы сделаем проект на, вот, так называемый полигон, ну, это демонстрационно-секвационный центр Skyway, SkyTech, фактически, да? начнем строить, строить инфраструктуру, сети, там же надо и электросети, и канализация, и связь, ну, и благоустройство, это все надо делать, да? Уже начнем ставить опоры, фундаменты зданий и сооружений. И начнем, уже имея документацию, основную часть, не всю, начнем размещать заказы на поставку оборудования комплектующих. Это тоже очень большая сложная работа. На Пьер-Боинг, который считается американским самолетом, да? У него 10 тысяч поставщиков со всего мира. Но они собирают самолет в Америке и самолет американский, хотя поставщики со всего мира, в том числе и Россия. Титан российский в Боинге. Поэтому нам надо, ну, не десятки тысяч заказов, но сотни разместить придется. и на двигатели, и на элементы систем управления, и на прокат, и даже там полимерные материалы, лакокрасочные материалы, элементы, там, путевой структуры, стрелочных переводов, там, депо, станции, там, можно долго очень перечислять. Это будут сотни поставщиков, с которыми, с каждым из которых нужно договориться на поставку, о цене, о качестве, причем на конкурсной основе. То есть надо брать у лучших производителей то, что есть на рынке. Нам не нужны инновации. У нас инновации без инноваций. При этом недорого. То есть цена-качество очень важна. Эта работа будет основным проделана в 2015 году, то есть в следующем году. Чтобы уже и будут размещены заказы на изготовление основных элементов оборудования, там, терминалы погрузочные, разгрузочные, станции, депо и подвижной состав. Чтобы уже в 2016 году все это собрать, приступить, допустим, уже по грузовой к тестовым испытаниям, к пусконалайочной работе осуществить, чтобы потом в конце 2016 года сертифицировать, пригласить заказчиков, показать работающую систему, подписывать контракты на миллиарды долларов. И чуть позже будет эта городская система, еще немножко позже будет высокоскоростная система, потому что она самая дорогая, самая сложная и сам юнибус свой, это аналог самолета, скорость самолетная. И эстакада это не традиционная эстакада, она должна быть очень жесткой, очень прочной, очень ровной, независимо от погоды, температуры воздуха и так далее. Поэтому, естественно, эта строительство будет дольше, тем более, что нам нужно 30 километров построить. Это как трасса Шанхай-аэропорт, там тоже 30, ну, транс-рапид. 30 километров в стадии эта трасса обошлась китайцам полтора миллиарда долларов Шанхай-аэропорт по ценам 2000-го года. Сейчас надо умножать натрий. А мы хотим сделать за смешные деньги все это и сделаем. Потому что мы знаем, как сделать дешевле и лучше. Вот такие примерно планы на ближайшее время. Музыка.